Российский альтернативный магазин мобильных приложений Рустор запущен в полноценную эксплуатацию. Что это значит, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Изменится ли что-то для пользователей? Добрый день. Ну, как минимум, сервис больше не сможет списывать возможные ошибки на режим открытого бета-теста. Но в целом изменение статуса это скорее для разработчиков, в том числе иностранных. Но подробнее чуть позже, а начнем с глобальной темы. Google показал новые возможности его нейросети применительно к поиску и смежным задачам. И акции поисковика сразу упали почти на 10%. Это при том, что компания показала работу своей технологии диалогового искусственного интеллекта, аналогичную сверхпопулярной чат-GPT. Но показали на предзаписанных слайдах, а не в реальном времени. И вообще, гуглский бар пока еще в закрытом бета-тесте. И когда станет доступным простым смертным, неизвестно. А Microsoft за сутки до этого уже встроил в свой поисковик Bing диалоговый режим на базе алгоритмов того самого чат-GPT от компании OpenAI, которая уже вовсю пишет научные статьи, сдаёт за людей экзамены и отвечает на любые вопросы не ссылками, а готовыми решениями. Любопытно, что в Яндексе, включаясь в эту нейрогонку, не спешат. По крайней мере, в таком ее виде. Ну, то есть аналогичный инструмент в работе и будет запущен. Но никакой революции оно, как говорят, не принесет. Почему может волноваться, скажем, Google? Потому что вот есть там сложившийся какой-то американский рынок, есть какая-то часть поисковика Гугла, есть какая-то небольшая часть поисковика Майкрософта, и это соотношение далее может измениться. Ну, если, например, Майкрософт свой Bing, это внедрит быстрее и качественнее, чем Google, то за то время, пока Google у себя сделает, подготовит достаточный ответ, там как-то доля поиска может поменяться. Я не думаю, что драматически, но как-то может. Ну, то есть за этим интересно будет следить. Но опасности для поиска, как для способа взаимодействия с чем-то в интернете, нет. Просто это дополнительные возможности. При этом в Яндексе считают, что те самые готовые ответы вместо набора ссылок, чем прославился чат GPT, и что многие посчитали концом классического поиска, это не очень хорошо. Ну, то есть готовый ответ – это удобно, вполне допустимо для тестирования технологий, а для реального продукта, поиска, которому доверяют миллионы и миллиарды людей, необходим инструмент проверки корректности этого самого готового ответа. Ссылки на источники, например, они очень важны, потому что ты тем самым показываешь, что это не какой-то сверхразум что-то откуда-то знает и придумал, и вот это вот все. Нет. А что вот по информации, которая есть на этих источниках, получается так. А дальше человек решает. Он там доверяет этим источникам, не доверяет этим источникам. Считает ли, что достаточно, что там написано, или не считает, что это достаточно. Ну, то есть это такой способ, чтобы человек-пользователь наш все-таки все равно продолжал думать и критически смотреть на предоставляемую информацию, потому что все-таки у всех вот этих моделей, которые сейчас есть, и в том числе та, которая есть, которая сделала OpenAI, ту, которая сейчас собирается использовать Microsoft, есть довольно серьезная проблема. Модель может выдать невероятно замечательный результат, неожиданный, который вызывает полный восторг, или же ошибиться в самом простом вопросе. В итоге, по мнению специалистов Яндекса, с которыми мы пообщались, понимания того, когда эти технологии станут частью привычного поиска, пока нет. В тестовом варианте, вероятно, диалоговые инструменты будут запущены всеми основными игроками, включая, собственно, Яндекс уже в этом году, а до коммерческой эксплуатации придется решить еще массу технических проблем. Ну, например, сейчас один запрос к диалоговой нейросети обходится поисковику чуть ли не в 10 раз дороже, чем к обычному поиску. И вопрос даже не только в цене, вопрос, грубо говоря, в задержке. Ну, потому что в поиске человек привык к тому, что все это происходит очень быстро, очень мгновенно. И вот использование таких тяжелых, больших, сложных моделей в реальном поиске, наверное, невозможно. Но это привычная для нас история. Это непростая, но привычная. Потому что нейросети и сейчас работают в поиске Яндекса. Модель Ялма, она очень большая, тяжелая. И делается так, что вначале обучается очень большая сложная модель, которая точно не сможет работать в поиске. А потом, когда вот все, она заработала, мы получили какое-то достаточное качество, а потом ищутся разные способы, как сделать более компактную версию этой модели, не потеряв ничего или потеряв в качестве минимально, но так, чтобы это можно было внедрить. Вот именно этой задачей, говорят в Яндексе, сейчас и занимаются поисковики. Ну, точнее, поисковики. Ну, все поисковики. И немного про импортозамещение. В IT российский магазин приложений Рустор завершил бета-тестирование и стал доступен для всех желающих разработчиков. Создатели проекта говорят, что в Сторе уже около 5000 приложений, а аудитория выросла до 7 миллионов человек в планах развития платежных инструментов и привлечения иностранных разработчиков. Мы ведем переговоры с несколькими издателями, ну, скоро анонсируем, обязательно сразу, как только эти договоренности будут достигнуты. Ну, ориентируемся на страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Ну, при этом Рустор, он открыт для любого издателя, разработчика. Я думаю, что это будет примерно 50 на 50. И приложения для повседневной жизни, да, и игры, и, собственно, равномерно также и переговоры ведем с разными компаниями, которые опубликуют разные приложения. Тут, правда, есть нюанс. Осталось найти способ, которым иностранные компании будут выводить заработанные в России деньги. Но в Русторе обещают решить и этот вопрос тоже. Это все о технологиях у нас в этой минуте. Роман. Филипп, спасибо. Мы продолжаем.